Привет всем, кто смотрит! В этом видео познакомимся еще с одной нейросетью, которая называется Лексика, которая позволяет нам генерировать картинки. Посмотрите, какие замечательные, яркие изображения и сколько разнообразных стилей можно здесь генерировать. В том числе фотореалистичный стиль тоже очень хорошо получается. Рисованные картины, очень красивые, яркие, насыщенные цвета. Разнообразные мультяшные герои. В общем, можно здесь зависнуть надолго. Скажу вам, что перед тем, как создавать это видео, я просмотрела много видео на YouTube. В основном старые видео годичной давности. И там картинки, на мой взгляд, были намного хуже. То есть нейросеть развивается, появляется больше возможностей, красивее становятся эти картинки. И для того, чтобы начать пользоваться, как всегда, нужно зарегистрироваться. Для этого нажимаем кнопочку Get Started. Мне проще всего войти с аккаунтом Google. Захожу с одним из своих аккаунтов. И попадаем снова на главную страничку. Давайте пройдемся здесь по верхним вкладкам. Вторая вкладка. Это непосредственно поле, где мы генерируем наши картинки новые. Истории. Это все, что я генерировала здесь когда-либо. Лайкс. Это те, на которые я поставила лайк. Они все сохраняются. И вкладка Аккаунт. Здесь нас знакомят с тарифами. И дальше есть внизу ответы на вопросы. И здесь нас интересует, сколько нам дается бесплатных попыток. Если мы не покупаем платный аккаунт, нам дается 48 картинок в неделю. Неделя считается календарная. От воскресенья по субботу. То есть в следующее воскресенье, независимо от того, используя все или нет, мне снова начислятся 48 бесплатных картинок. Необходимо иметь в виду, что за одну генерацию мы получаем 4 картинки. То есть 48 поделить на 4, это будет 12 генераций в неделю. И еще что здесь нас может заинтересовать, это коммерческое использование. На бесплатном аккаунте есть только персональное использование. Для коммерческого использования нам надо будет покупать какой-нибудь тариф. И давайте вернемся на главную страничку. Здесь у нас есть строка поиска. И она работает довольно адекватно. Например, я здесь введу женский портрет. И она мне подберет только женские портреты. Я, например, введу котики. Причем, обратите внимание, я ввожу на русском языке. Она русский понимает, но иногда все-таки лучше английский использовать. Вот, пожалуйста, только котики. Что еще интересно, она понимает стили. Например, импрессионизм. И вот здесь она уже по-русски не очень хорошо сортирует. Поэтому стили я ввожу на английском. Вот, совсем другая картина. Видите, он нам подобрал картинки в стиле импрессионизм. Еще можно вводить имена известных художников. Давайте сейчас проверим. Например, Ван Гог. Вот, пожалуйста, картинки в стиле Ван Гога. Интересный художник. Иероним Бос. И вот, пожалуйста, мы видим совсем другие картиночки. Еще для примера введем Караваджо. Ну, совсем другая картина. Ну, надеюсь, смысл вы поняли. На бесплатном аккаунте все наши картинки будут в публичном доступе. То есть, как мы можем использовать чужие картинки, так и наши картинки тоже будут общедоступными. Ну, вот давайте зайдем в какую-нибудь картинку. Здесь мы можем увидеть все четыре картины, которые из этого промпта получились. Промпт здесь очень подробный, как мы видим. Мы можем его скопировать. Можем скопировать адрес этой картинки. Если мы нажмем на вот эту кнопочку, мы перейдем на другую страничку. Здесь просто все эти четыре картинки будут нам сразу видны. Также на понравившейся картинке мы можем ставить лайк. Мы можем также исследовать этот стиль. Например, если мы нажмем Explore this style, он подберет нам картинки вот в таком же стиле. Что очень даже удобно. Еще хочу показать одну интересную особенность, реализованную в данной нейросети. Например, выберем понравившуюся картинку и нажмем Open in Editor. То есть, мы попадаем в поле, где можно генерировать картинки. В качестве образца у нас выбрана наша картинка и здесь скопирован ее промпт. И вот здесь нейросеть уже проанализировала этот промпт вместе с картинкой и предлагает нам сделать замену. Давайте переведем сразу этот промпт, чтобы нам было понятно, о чем речь. Вот красивый, реалистичный, светло-пастельный малиновый ирис на темно-сером фоне. Свет красиво падает на лепестки. Прозрачные лепестки нежного теплого ириса светятся внутри бутона. Сухая пастель. И здесь он нам предлагает вместо ириса выбрать лаванду, либо изменить задний фон. Но если мы нажмем сюда больше идей, вот здесь самое интересное. Во-первых, он нам предлагает изменить цвет. У нас выбран цвет ириса и цвет фона. Он нам предлагает, здесь разнообразные цвета. Потом он нам предлагает изменить сам цветок. Например, роза, ромашка, тюльпан, солнух и орхидея. Но здесь не спешите нажимать, потому что как только мы нажмем, сразу начнется генерация и с нас спишутся наши бесплатные баллы. Поэтому мы можем вручную заменить. Вот где у нас тут ирис. Напишем орхидея. И давайте мы еще, и уже исчезла эта панель подсказок. Здесь я хочу, ага, вот я начинаю что-то выделять, и снова появилась эта подсказка. Цветок мы поменяли. Цветовая гамма. Например, если нам эти варианты не подходят, мы можем нажать вот эти стрелочки. И он предложит другие варианты. Давайте еще посмотрим. Здесь освещение. Дальше задний фон. И вот вместо здесь сухая пастель, стиль, я хочу, например, акварель. Сейчас я напишу здесь water color. Ирис нам надо еще в одном месте заменить на орхидею. И давайте попробуем сгенерить. В принципе, тоже неплохо. Можно было еще фон поменять. Давайте посмотрим вместо dark background. Здесь разнообразные ночное небо, лесной пейзаж, городской стиль, океанический горизонт. Попробуем океанический горизонт. Я только нажала на него. И сразу же пошла генерация. Ну, я думаю, что принцип вы поняли. И мне очень понравилась сама идея, что сама нейросеть предлагает нам разные варианты, разные фрагменты нашего промпта, в том числе и стили. Еще я забыла сказать, что вот здесь справа есть регулировка размера картинки. Если мы двигаем этот ползунок, максимально вправо будет вертикальная картинка, но такие картинки, не знаю, где такие можно применить. Но вот вертикальная картинка, либо горизонтальная картинка. Давайте попробуем вертикальную картинку. И что-нибудь еще поменяем. Например, давайте возьмем пион. Сейчас я вручную поменяю, чтобы он не начал генерить. Теперь можно поменять стиль. Давайте возьмем Silk Fabric. Вместо океанического горизонта давайте возьмем City Skyline. Посмотрим, что в этот раз получится. Ну вот, вообще прекрасно. Очень красивые картинки. Вот это, что касается того, что мы можем делать с чужими картинками. Ну что ж, давайте теперь попробуем сгенерировать картинку с нуля. Придумаем свой промпт. Я уже подготовила промпт и сразу же перевожу на английский для лучшего результата. Красивая светловолосая девушка в ярком розовом летнем платье в полный рост стоит на берегу моря, развивающиеся волосы, летний, солнечный день. Копируем это все. Пока что я скопирую это в блокнот и дальше посмотрим, как мы можем улучшить этот промпт. У нас есть вкладочка Лайкс, где сохраняются все картинки, на которые мы поставили лайк. И здесь я ищу примерно фотореалистичный стиль. Ну вот, достаточно фотореалистичная фотография, довольно красивая. Давайте возьмем этот промпт, переведем и посмотрим, что мы можем отсюда позаимствовать. Снова идем в переводчик. Значит, красивая рыжая девушка это не наш вариант. Дальше угрюмое освещение нам тоже не подходит. Лучшее качество, портрет всего тела, реальная фотография, сложные детали, глубина резкости. Холодная метель нам тоже не подходит. Удаляем. Дальше идут характеристики фотографии. Fujifilm на улице, яркий день, красивое освещение, необработанная фотография, зернопленки. Ну вот эти технические детали на ваше усмотрение. Хотите оставлять их, хотите нет. Давайте проэкспериментируем. Это все скопируем и добавим к нашему промпту. Скопировать и здесь добавить. Теперь это все мы копируем. Переходим в лексику. Идем во вкладочку Generate. Сюда вставляем и попробуем. И смотрим на качество. Что ж, очень-очень даже достойное качество. Очень красивые фотографии получились. Ну что ж, я довольна результатом. Очень даже хорошо. Ну вот такая вам подсказочка, как можно пользоваться чужими промптами. И теперь, когда у нас есть 4 варианта, мы можем либо скачать эту картинку. Здесь есть значок поиска. Можем найти похожие стили. Либо вот такие стрелочки, сгенерировать еще 4 варианта на основе этой картинки. Давайте попробуем. И вот получили 4 варианта выбранной картинки. Еще я вам не рассказала. Здесь на главной страничке есть вот такая кнопочка. Здесь мы можем выбрать модель. Вот смотрите, если выбрать Stable Diffusion, здесь мне не нравится качество картинок. Это какая-то старая модель. То есть я считаю, что логично использовать либо самую последнюю версию. Вот смотрим, какие здесь картинки. Либо предыдущую. Вот, 3,5. Тоже очень довольно неплохо. Ну и здесь этот рычажок, он просто регулирует количество картинок в ряду. Как вам удобнее видеть, больше картинок или меньше. Пожалуй, это все, что я вам хотела рассказать о данной нейросети. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!